так это мы с вами посмотрели в первой серии кто не смотрел первую серию ребята то пожалуйста ссылочка в описании проходим смотрим чем эту с вами поймали на песпе и на ps3 а сейчас у нас будет 15 граммиков на ps2 так что погнали в общем так как прошло время и я с вами в этом видосе еще не поздоровался то ребятки всем добра они киса на проводе у нас сегодня вторая часть улов улова за 3 300 сегодня у нас 15 граммиков на ps2 так что чай кофе потанцуем погнали ну раз уж у нас такая прикольная ставочка была давайте начнем сразу со спайди а именно у нас значит спайдермен 3 американский регион в черном боксе фирменном полном комплекте все дела вот с местом для memory card кто не знает черный бокс это оригинал главное чтобы они были вот такими штучками значит спайдермен 3 чё сказать как-то мы с вами ловили на xbox оригинальный спайдермен 3 вот ну и сейчас попался мне на ps2 я его забрал почему бы нет ну в принципе неплохая игра достойный дамик поэтому вот так вот так дальше дальше у нас дичь дичь лютая потому что взял чисто для количества так как это чемпион шип менеджер 2007 менеджер футбола какой-то вот туда-сюда вот нищему коллекционеру сони бою привет по твоей массе по 100 вот смотри не забываю говорю во второй ролик тебе обращаюсь ну это так чисто вот чисто чтобы было так дальше у нас гаммик ребята из серии диснея и я к сожалению наверное не могу ничего сказать про эту игру потому что это дисней классик стич стич ну обычно после 16 биток все игры по диснею это лютый трэш ну не знаю возможно тоже трэш ничего сказать не могу если кто что знает за эту игру welcome в комментарии как говорится вот еще две игрушки я вам сейчас покажу от dreamworks от activision это значит первое это у нас мадагаскар чисто детская канитель у меня на оригинальными боксе тут племяшки играли и кайфовали думаю были возьму пускай на второй сумке тоже поиграют тем более они разбалованы уже на 4 катают тем потом более привычный будет ну в общем в адагаскар ничего такого поэтому чисто опять же для полочки пусть будет ну и опять же еще раз еще одна игра из dream от dreamworks от activision это ребята шрек супер слам будете смеяться но я вам значит скажу этот шрек конкретно этот супер слам эта игра если мне память не изменяет входит в линеечку забытые легенды видеоигр и знаете почему это короче аля супер смеш брат brothers это файтинг такой как бы в мире шрека ну блин так то вроде смотришь шрек дичь до линеечку вроде входит так что блин для меня это маска для вас не знаю поэтому блин по кайфу пускай будет никогда раньше так специально целенаправленно не купил бы но так попались тем более вот так вы попались смотря красиво получается несмотря на то что что стич это дисней но все равно три мутяшки пока буду пускай будут пускай буду напоминаю что у нас тут есть несколько таких лютых лютых годных вещей русик иванов братишка если смотришь сейчас мы с тобой будем кайфовать и аплодировать дождись обязательно до конца вот следующая игра у нас значит получается из серии кратист хит но это лютая игра это джек два ребята джек два американский регион у меня есть поле четком в оригинале есть а это как бы американский но гэппис хит но для общей кучи как бы взял взял поэтому ну пусть будет почему не да в принципе посмотрим у меня гаммиков лишних не бывает применение найдется по-любому кому-нибудь подарок или обмен чего-нибудь в любом случае джек два легендарная серия 1 тидок джекин декстер этого 2 джек кстати больше всех попадается второй джек не знаю почему потому что ну блин у меня нету ни первого ни третьего не там икса джек сексе с какой-то и есть еще гоночки какие-то можно как одно и то же не путаю но в любом случае получается 2 2 джека есть остальных пока что нету но сами понимаете это все временно когда-нибудь у нас будет все вот пошли дальше наш золотой рудник скоро иссякнет нужно больше золота прежде чем мы продолжим я напоминаю вам что в этом пакете находится консоль которую мне подарили в общий кипиш со всеми этими делами чему я конечно безумно рад до неспоминаю то что это консоль у меня есть ну надо смотреть там регион свет туда сюда может и нету но скорее всего есть поэтому пускай будет пока не мере там ну дойдем дойдем до этого дойдем до этого и тут у нас три игры дальше идут короче боевички от первого лица а это не от первого это третьего это короче конфликт the third storm 2 тоже не то точно не скажу что это конкретно именно за игра так ну как бы понятно что это дома конфликтом конфликт по-моему есть у меня какая-то серия конфликт все таки есть по-любому на на третью или на вторую ну вот эта вторая часть так у меня не было тоже полный комплект он полный комплект тут короче что-то 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 где-то у нас где-то в афганистане и где-то короче америкос как всегда завоевывает мир поэтому ну не было игры да пусть будет что там тем более помните да общую сумму всего этого улова тут как бы особо особо не выбирал я это надо это не надо вообще кипер забрал конечно давай вот из такой же серии наверное но не из такой же серии но из такой же тематики у нас идет тонкий лэнси и гос трекан на джангл стом вот ков трекан нас собирается реально есть у меня на пиэспе несколько вещей есть из серии гос рэйкон первая часть там есть на ps3 имеется гос рэйкон у меня не было его теперь есть у меня джангл стом для ps2 вот такое вот дела полный комплект все гаммики по моему там они не все на там парочку может один или два без мануальчика но пусть будет правильно правильно и еще одна игра которого я прям вообще забомбила меня от игры это короче americans ten most wanted короче пропаганда не будем ругаться пропагандистская игра с америка америка так как как так как американцы воюют с терроризмом тут короче все эти террористы у нас смотрите какая херня даже покажу поближе смотри короче садам перечеркнутый до негодяй и вообще вот да и вам казнить самих америкосов за это дело сад бен ладен еще живой короче ну такой посмотрел прикольно вроде но ничего из тебя такого не представляет это тоже они это от первого лица камень вроде как но местами есть от третьего лица ну короче вот получается три гаммика и одной масти грубо говоря вот поэтому ну пусть будут так дальше у нас остаются шесть игр из них два так себе остальное ну как бы все лютое вот и первая игра это ребята spy hunter spy hunter это у меня есть spy hunter на ps vita существует еще вторая часть тут на гоночкой гоночки машина стрелялки что-то катаешь и стреляешь судя судя по скриншотам сделано по моему по фильму возможно ошибаюсь но вот это одна из игр которая без мануала тоже американский регион ну spy hunter увидел spy hunter вспомнил что мест на ps vita взял будут вместе будет фоточка фоточка будет в инстаграме instagram будет ссыл по ссылочке в описании поэтому не забываем по описание входим на ссылочку нажимаем заходим на instagram все по красоте вот следующая игра значит которая мне привлекла своим создателям издателям и если я не ошибаюсь это одна из худших игр от беседки один из провалов по моему так это как бы не факт но по моему это любом случае это ребята star trek conquest от беседочки от беседочки по моему это было одна из самых слабых игр от этой компании того времени полный комплект тоже американский регион существует еще один star trek тоже от беседки какой-то из них вообще трэшовые не знаю какой из них но блин но увидел беседка думаю надо брать чем чем нельзя да тем более как бы полный комплект туда-сюда вот и у нас тут ребята остаются 44 лютых 4 лютых гамика них я не понял ну очень интересно итак 4 оставшиеся мне там которая от которых не очень радостно пойдем по убыванию так сказать итак первая игра это ребята у нас splinter sale tom clancy почему-то у меня в памяти отложилось так что первый splinter sale изначально был эксклюзивом для оригинального xbox а если кто помнит кто это знает отпишитесь насколько я ошибаюсь прав не прав полный комплект американский регион по идее ну splinter sale как бы я такая серия понятная да но единственное то что я помню почему-то что splinter sale 1 год эксклюзивом на xbox one и поэтому позже может его выпустили может выпустили только в америке но это не точно опять же если кто владеет информацией пожалуйста отпишитесь был ли первый splinter sale в европе мы обычный ну скорее всего был но все равно если это было позже чем на xbox в любом случае вот этому тоже рад пускай будет а вот этим трем ребята я прям вообще восторге восторге потому что первая игра если ты из этой тройки это в легендаре шутер это он райден 3 райден 3 ребята таком очень интересном боксе есть в америке такая сеть магазина как блокбастерс вот и тут вот смотри какой бокс у него я прям поближе вам покажу смотрите там блокбастерс фирменный бокс без мануала двойной диск не знаю как вам так как там вам видно я просто слепую до показываю я говорил что камеру разбил поэтому блин ну шутан шмапик не знаю есть любители шмапов я как бы не знаю сейчас модно и говорить что шмапы круто то все но блин давайте будем честны нашей молодости и нашем детстве шмапы вообще все как бы страной обходили как трешак потому что никому не было интересно это сейчас там от игролова по-моему пошло это любовь шмапом дай бог всем здоровья игролова привед привет саня привет братуха возвращайся скорее но блин рейден от блокбастерс бушный такой без мануала фирменном боксе такой вот дырочка бокс какой тихо геймпубов получается достаточно не дешевая вещь по меркам того же дурацкого ебэя но блин вот такой кучки попал попался без мануала пусть будет правильно по кайфу а вот дальше ребята дальше у нас лютая годнота так как сделать чтобы напалить последнюю игру потому что последнего мне очень-очень не хватало но прежде всего ребята silent hill 2 black label американский регион в идеальнейшем состоянии не грамма царапин как будет новый диск вообще бомба опять же возвращаясь к теме ебэя зашел посмотрел чуть не попутал получается что black label silent hill американский почему-то дороже даже европейского картонного бокса вот этого лимита лимитированного special edition 2 дискового это странно для меня не знаю почему ну блин порядок порядка порядка 100 сотки баксов стоит в идеальном состоянии я как бы вообще в шоке так-то на вид то у нас в лаграде продает пацанчиком до 2 500 кому надо зарядить и посмотрите блин ну black label silent hill 2 жара начальник ну а теперь то отчего я прям кайфую люто люто русик братуха сейчас мы с тобой вместе кайфанем сейчас я вам воткну одну фоточку посмотрите я вам скажу дальше вот ребята серия дэв джейм одна из лучших серий для playstation 2 и у меня были собраны себе джейм абсолютно кроме одной кроме одной которая называется дэв джейм файт фо нью-йорк черт побери я в эту игру на пират очки начале нулевых гамбл так что по сегодняшним меркам можно сказать платину выбил выбил там очень-очень мне хватало эта игра несмотря на то что вендетта вторая часть у меня в американском регионе остальные все впали но блин файт фор нью-йорк это то ради чего блин вообще вот это вот стопка ну помимо этого ну помимо этих трех трех да вот рейден короче silent hill ну вот это вот мой чуть ли там не на первых местах моем вышлисте было поэтому кайф ребята кайф я очень рад серия добита так что русик братуха ты переживал нашел не нашел все время нашел брат серия добита вот ребята вот такие вот 15 граммиков на ps2 тут еще столько же не знаю на ps3 psp и когда я это все набирал на одной точке тут у нас веревание я часто захожу все меня там любят я их там тоже взаимно и когда я все набрал недорого все не отдали мне еще тусанули зная мою болезнь зная мою увлеченность мне тусанули вот эту вот консоль она немножко хромая тут хромой лазер но у меня есть sonic rank это для меня не проблема теперь это раньше я переживал что у меня вот это надо все чинить но у меня есть братишка который мне помогает и ребята это черный геймкуб 001 модель европа вот там что то возможно что то с лазером надо смотреть надо проверять возможно там все в порядке но это не главное это не главное у этого геймкуба подарочного мне нету блока питания но опять же у меня саня крайне красавчик он мне соберет с нуля значит что с этим геймкубом фирменный кабель и ребятушки не поверите не поверите фирменный черный геймпад который независимости от всего всегда пригодится по-любому ну и это не все потому что мне еще тусанули помимо фирменного оригинального черного геймпада мне еще тусанули фирменный оригинальный серебряный геймпад ха-ха-ха все по красоте это подарок это подарок блин просто кайф три триста за все вот это прикиньте да гора начальник вот такие вот дела так что у нас в планах в дальнейшем давайте скажу в дальнейшем в ближайшее время я полечу Волоград там пацаны столько всего приехало там что за лютые посылки приехали все будут короче одни консоли почти будут и лютые комплектующие гамиков ну нет не по минимум гамиков тоже полно но будут консоли просто дальше лечу не лечу наверное поеду не знаю в Москву к братьям мы там поснимаем немножко увижусь с многими там тоже возьму там будет вообще жестокий улов там все меня ждут много всего тоже консоли заберем оттуда так что вот такие вот планы не знаю тут у меня честно говоря еще одна консоли с играми но я его отдельно не хочу показывать я хочу его там если успею пока здесь еще одну вещь забрать сделаю еще один видос если успею если не успею включимся с вами с полограда у нас будет лютые разбоговки лютый став буду стараться успеть сделать и обзоры на некоторые консоли которые вы все ждете и которые я сам хочу сделать просто прошлый раз не успел вот такие дела ребята 3300 за все это я счастлив будем надеяться что я из дерева с вами еще раз включимся если не включимся то в Волограде будет жара все всех обнял поднял с вами была Ники Сан лайк подписка колокольчик инстаграмчик это все будет в инстаграмчике ссылочки в описании давайте все хоп